Значимое событие в мире техники произошло 13 февраля 1895 года. Француз Луи Люньер сконструировал первую кинокамеру. Благодаря ей мы можем видеть коронацию императоров столетней давности и наблюдать другие исторические события. Тогда французский изобретатель и не подозревал, что его аппарат в корне изменит жизнь человечества. Согласно легенде, создание первой кинокамеры Луи Люньер, французский фотограф, спасаясь от приступа бессонницы, сконструировал и собрал свое ноу-хау. Проектор с кулачковым механизмом воспроизводил изображение с перфорированной пленки на полотно. 13 февраля 1895 года со своим братом Огустом Люньером он запатентовал это изобретение, которое назвали синематографом. 28 декабря того же года они продемонстрировали устройство в действии. Луи и Огуст устроили платный просмотр первого короткометражного фильма о прибытии поезда на станцию Гранд-кафе в Париже. Этот показ произвел настоящий фурор во Франции. А уже через 4 месяца после первых парижских сеансов в России появляются кинематографические аппараты. В апреле 1896 года потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга Ребриков подает прошение в Министерство императорского двора о разрешении съемки коронационных торжеств. В России прибывает оператор из компании «Братьев Люмьер» Камил Серв. В мае 1896 года он осуществляет первые в России документальные кинематографические съемки торжеств в честь коронации Николая II. Снятая им хроника считается первым в мире фильмом-репортажем. Тогда же состоялась и первая в России демонстрация синематографа Люмьера. Кинопоказы быстро стали модным развлечением. Постоянные кинотеатры начали появляться во многих крупных городах России. Спустя 20 лет после первого в России кинопоказа увидеть чудо техники смогли и жители Заполярья. Однако замечу, что первая киноустановка на территории будущего города Наринмар появилась еще в 1916 году. Открылась эта киноустановка на лесопильном заводе «Стелла Повари». Примечательно, что руководство этого предприятия заботилось не только о прямом назначении сотовой завода, то есть переработке леса, но еще пыталось организовать культурный досуг своих рабочих. Позднее, с 1629 года, начинает работать первая кинопередвижка. Тогда она показывала жителям нашего региона, прежде всего, Нижней Печорьей, только немое кино. Но 19 марта 1131 года была открыта окружная кинобаза. Первоначально сеть киноустановок в нашем регионе насчитывала всего лишь две киноустановки. Этого было мало. Но уже в течение 30-х и начале 40-х годов сеть кинофикации в нашем регионе очень быстро растет. Вот на Римаре появляется первый кинотеатр. Это кинотеатр «Арктика». Кинотеатр «Арктика» распахнул свои двери для любителей кино 12 декабря 1940 года. Это был двухзальный кинотеатр на 390 мест. В этом же году впервые увидели кино оленеводы Новой Земли и острова Колгуев. В их островные поселки были доставлены и установлены кинопроекторы для демонстрации художественных фильмов. После Великой Отечественной войны в 1946 году создано Ненецкое отделение кинопроката. Началось интенсивное развитие окружной киносети. Так, в 1954 году уже работало три стационарных киноустановки и 23 передвижки. А уже в 1961 году в округе насчитывалась 51 стационарная киноустановка. «Красные чумы» и передвижные учреждения культуры в 50-60-х годах тоже снабжались кинопередвижками. Для кочующих оленеводов Ненецкой тундры это стало настоящим событием, которое казалось им на первых порах настоящим чудом света. Десятки молодых киномехаников вместе с киноаппаратурой «Ямдали» переезжали тогда от стойбища к стойбищу. Очень любили смотреть жители тундры юмористические фильмы, но иногда зрителям было не до смеха, особенно неискушенным. Однажды, показывая в чуме звуковой фильм «Чапаев», впервые увидев на экране наступающую конницу, оленеводы так испугались, что выбежали на улицу и невскоре вернулись досматривать фильм. Говорят, что оленеводы долгое время потом собирались по тундре, но этот случай скорее исключение. Вообще после киносеансов люди долго не расходились. Даже существовало такое понятие, как удлиненный фильм. Это точно знает Анастасия Томилова, которая несколько лет проработала киномехаником, а затем директором Ненецкого отделения кинопроката. Это я вот составляю план, наверное. Ничего не знаю, уж не помню. Да, план, ага, планки. Анастасия Кондратьевна показывает одну из своих архивных фотографий. На ней она молодая, пишет очередной план. Таких планов за свою карьеру, шутит ветеран кинофикации, она написала не одну сотню. Ведь в обязанности директора кинопроката входило составление репертуарного плана для села и для города на месяц вперед. У меня картотека была, я с документальными фильмами работала. Мы составляли, ну, удлиненные сеансы делали. Если фильм очень хороший, обязательно он у нас делался удлиненный. А что значит удлиненный? Удлиненный, значит, к нему подбиралась хроника. А какие фильмы любили больше всего смотреть жители? Ну, такие, знаете, ну, детективы, такой колхозной самой тематики. Ну, вот, такие прошли очень у нас фильмы с большим процентом. Судьба, любовь земная. Любовь земная также называет Анастасия Кондратьевна и свою любимую работу. Ведь за 22-летний стаж в кинофикации она познакомила тысячи жителей округа с лучшими советскими фильмами. За вклад в развитие кинофикации и активную общественную деятельность в прошлом году она была отмечена знаком отличия. Мы работали хорошо, выполняли планы, потому что телевидения не было тогда. И планы мы выполняли на 130, на 125, вот, премиальные получали. И все было у нас отлично. Ну, когда заработало телевидение, тогда уже меньше. Но все равно шли люди в кинотеатр. Люди действительно шли, и это подтверждает статистика. 70-е, 80-е годы прошлого столетия были наивысшим подъемом по работе со зрителями. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивали «Сказка». Здесь же школьники имели возможность не только знакомиться с искусством кино, но и получали технические навыки и удостоверение юных кинодемонстраторов. Зарядить и эксплуатировать правильно обучали и в Наринмарском ГПТУ номер 24. География первых выпускников киномехаников получилась весьма обширной. Освоив специальность, они отправлялись на работу на киноустановке Нинецкого округа и Архангельской области. Всего за время работы отделение ПТУ подготовило более 500 профессиональных кинопрокатчиков. С 2002 года начался перевод киносети округа на виде проекторы с аппаратурой, позволяющей демонстрировать фильмы на DVD-носителях. Практически полностью обеспечивается такой современной аппаратурой все населенные пункты при Печорье. Возможность смотреть фильмы на цифровой аппаратуре получили жители дальних сел Омы, Индики, Неси, Нижни, Пеши. Благодаря традиции, положенной на открытии Центра российской кинематографии в Нинецком округе в 1998 году, популярные актеры кино стали нередкими гостями Наринмарского зрителя. Благодаря постоянной заботе и поддержке системы окружной кинофикации, администрации Нинецкого автономного округа, вышестоящего органа управления культуры НАУ, зрители имели возможность в населенных пунктах округа и города смотреть новые, лучшие отечественные и зарубежные фильмы. По официальным показателям, в 2006 году посещаемость киносеансов в селах Нинецкого округа из расчета на душу населения занимала одно из первых мест в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова